Всем большой привет, ребята! Меня зовут Вика, и добро пожаловать на мой канал. И перед началом этого видео не забывайте подписываться на мой инстаграм и на мой телеграм-канал, ведь там много чего интересного, и вы сможете следить за мной там, когда я не выпускаю ролики на ютуб. Ну что ж, я не планировала снимать это видео, у меня просто вынудилась ситуация. Я не знаю вообще, это какой-то трэш, я не знаю, откуда у этого человека мой адрес, и вообще столько вопросов, и так мало ответов. В общем, поехали. Ну началось с обычной переписки ВКонтакте, мне в час ночи написал человек, вот здесь вот будет прикреплен скриншот. Давайте я для удобства открою телефон, второй буду читать с него. Пароль забыла с второго телефона. Я вообще не знаю, почему я решила ответить, мне было скучно, я общалась с другом, он пошел спать, и я решила ответить, думаю, господи, кто это? Ну, может быть, друг какой-нибудь там с левого аккаунта, не знаю. Аккаунт, кстати, удален на данный момент, как только все это прекратилось, человек удалил аккаунт. Не знаю, что это было. Чего опять не спишь? Ты же любишь поспать подольше, посмотреть на свою идеальную жизнь во снах, где все, что ты хочешь, становится твоим, где ты лучше, чем здесь, или наоборот, сходишь с ума от кошмаров, которых я тебя убиваю. Часто у тебя подобное, не правда ли? Я, когда это прочитала, подумала, что, ну, типа, кто-то прикалывается, типа, что вообще это за херня. Сто процентов этот друг, который ушел спать, просто зашел на свой левый аккаунт и решил мне написать. Я отвечаю, а-ха-ха, кто ты? Ну, и ржачный смайлик, потому что мне действительно было смешно. Потом мне не стало смешно, но обо всем по порядку. Буквально сразу же этот человек не выходил из диалога абсолютно, он все время сидел онлайн, только под конец он начал пропадать куда-то, и да и я тоже, потому что начался пиздец. Тебе будет так же смешно, когда я выломал твою дверь и убью тебя? Мне до сих пор было смешно, потому что, ну, типа, что за детский сад, господи, так уже никто не пишет. Я отвечаю, ну, удачи тебе, чувак, и опять смешной смайлик. На что я в ответ получаю? Она тебе понадобится, а не мне, тупая ты, сука, вспомни тот сон. Ты не могла проснуться, кричала от боли, а я стояла рядом и мог убить тебя, когда захочу. Но дал время еще поспать. Ладно, хорошо, мне все еще было смешно, потому что, ну, господи, что за пранк? Кто-то вообще, на этот раз я уже подумала, что это не мой друг, потому что, ну, вряд ли какие-то мои близкие люди будут писать, тупая ты, сука. Что это такое? Я отвечаю вот таким смайликом и пишу, удачи в дурке, опять рожачный смайлик. Ужас какой. Сейчас на это я отвечаю, потому что я звоню тому другу, у него нихрена не заспанный голос. Я говорю, это ты? Он отвечает, что, ну, типа, что я, что я? И начинает надо мной прикалываться. И я была уверена, что это он. Продолжается это все, он сразу отвечает. Ужас, это еще не ужас. И даже не то, что я рядом с тобой, что прямо сейчас я стою за твоей дверью. Слово, кстати, сказать, мамы не было дома. В этот момент я была одна, мама была у друзей вообще за три пизды. Ты умрешь, когда я войду к тебе в дом, а ты не сможешь убежать. И тебе не успеют помочь. Это даже не ужас. Мне все еще смешно, и я отвечаю, а что ж по твоему ужасу? Ахаха, кончь. Человек сразу прочитал сообщение. То, что ты угораешь. Что не веришь, что твоя короткая жизнь висит у меня на ниточке. Ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю. Я убью тебя и всех твоих близких. Я заставлю тебя пострадать. Сначала ты увидишь, как умирают они, а потом умрешь сама. Стук и смерть, стук и смерть. После вот этих вот его двух сообщений, стук и смерть, начинается лютая звезда пляска в подъезде. Час ночи. Я слышу, как какие-то шорканьи там ходят. Как будто, вы знаете, сверлят что-то в подъезде. Сверлят и пытаются, ну, переставить дверь, я не знаю, поменять замки. Я такая думаю, ну ладно. Я подхожу в глазку, смотрю в глазок, ну, типа, там никого нет. А звуки есть. Я думаю, ну, может, на этаж выше или в подвал кто-то зашел. Я не стала, естественно, выходить, слава богу. Все это заканчивается, я стою еще минуты в коридоре, ухожу в комнату, включая YouTube, проходит 5 минут, и я слышу, что долбятся ко мне в дверь. Именно ко мне, потому что у нас самая ужасная дверь в подъезде, и как бы не различить этот звук мне очень было бы странно. Я звоню этому другу, и такая, типа, что это такое? Ты надо мной прикалываешься? Я не буду вставать по сто раз, скажи, пожалуйста, ты это или нет? И он на меня начинает уже орать, что ты, типа, блин, ты охренела, я вообще-то сплю, типа, ты достала, я не знаю, что у тебя там происходит. Рассказывай, типа, это не я, и я вообще не понимаю, что происходит. Я бросаю трубку и агрессивно иду к двери, ну, думаю, типа, вот сейчас ты люле от меня получишь, что вот ты меня туда-сюда гоняешь, как бы час ночи. Я подхожу к двери, открываю глазок, и никого опять нету. А стуки вот только что, у меня две двери, я открываю одну дверь, стуки еще и смотрю в глазок, никого уже нет. Ни наверху, никаких шагов отдаляющих всех не было, я не знаю, что это. А я закрываю дверь опять, пишу, ахаха, совпадение, ставить чайник, Саш? А через 4 минуты мне приходит ответ, совпадение не бывает, ты ебанутая. И, как бы, все, человек удаляет страницу. Но это еще не все, вот на тот момент все прекратилось, я думаю, ну, успокоился, не знаю, какой-то психбольной, что-то точно не мой друг, я вспомнила про приложение «Звенли», захожу, смотрю, он у себя там в канале, где он живет. Это еще не все. Сегодня, буквально 20 минут назад, происходит пиздец, я уже выпил успокоительный, обзвонилась в тех друзей, и вот я боюсь, что сейчас все это снова начнется. Хотя человек уже удалил страницу. Ко мне начинает люто ломиться в дверь, просто стучаться, прям буламывать. Мама опять нет дома, она на работе. Начинает прям буламывать дверь, я вообще не понимаю, что происходит, я подхожу, думаю, ну, может быть, подруга, типа, моя пришла, какая-нибудь что-нибудь случилось. Смотрю в глазок, а он вот так вот, ну, рукой закрыт, как бы, и там темно. Я думаю, ну, кто-то прикалывается. И вот уже начинает открывать дверь, и мне приходит сообщение. Ну что, боишься? Я прихожу, как бы темнеет. Ты так уверена, что это твои друзья? Если да, то открой дверь, убедись в этом. Мне долго еще стучать? Через минуту приходит сообщение. А я стою просто в шоке. Я не понимаю, что мне делать. Звонить маме, она не берет трубку, она на работе. И я вообще, ну, мне некому, как бы, позвонить-то, чтобы ко мне сейчас пришли, посмотрели кто-то. У нас нет охранника, как бы. Мне приходит в голову мысль написать, что я уже вызову полицию, и сейчас придет мой друг, пообщащийся с ним. Он тебе по голове постучит. И сразу же мне приходит сообщение, может быть, я и есть твой друг? Я отвечаю, аха-ха-ха, ну-ну. И все. Стуки прекращаются в один момент. Человек удаляет страницу, удаляет, там, вообще, всех своих друзей сначала, он вылил из-за друзей. Я не знаю, что это было, это действительно очень жутко и страшно. Я уже на данный момент обзвонила за эти 20 минут своим друзьям. Просто трубки все оборвала, я не знаю, вот мне подруга сейчас встречала. Ну, в общем, буду ждать, если что, то что-то добавлю в этот видос, пока не буду монтировать. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Ждите новостей. Я не знаю, что это такое, мне страшно, и я улыбаюсь, потому что у меня на нервах это все. Всем пока.